Пятый канал представляет Игорь, вы меня, конечно, извините, но обычно мои клиенты рассказывают о себе больше. Мне так проще работать. Скажите, почему у вас возникло подозрение, что ваша невеста Ксения вам изменяет? Женя, это скорее ощущение. Понимаете, мы съехались год назад, не расписаны, но собираемся пожениться. У меня такая работа, в общем, бывают ночные смены. И вот у меня возникло чувство, что пока меня нет, с ней происходит что-то не то. Ясно. Я установила камеру скрытого наблюдения на вашей лестничной площадке. Она направлена прямо на вашу квартиру. Смотрите, прямая трансляция идет на мой планшет. И сейчас видно, что ваша невеста дома, и пока в квартиру никто больше не входил. Почему же она не отвечает на мои звонки? Ну, мало ли, может быть, она уснула и просто не слышит. Думаете, я параноик? Перевожу вам деньги. Поймала. Хочу заказать еще неделю наблюдения. Походите за ней, поездите. Меня интересует, где она бывает, с кем пересекается. Хорошо, тогда оплата в конце недели. Всего доброго, Женя. До встречи, Игорь. Игорь! Алло, полиция? Красоткина Евгения. Григорьевна. Частный детектив? Да. Так, ну что тут у нас? Женя. Красоткина. Дима. Красавченко. Я понимаю, вы знакомы? Вот так встречи, конечно, здорово. Здорово. Учились вместе на юрфаке, привет. Как ты изменилась-то. Я, между прочим, был в нее влюблен. Да ты что, только в нее? Ой, Дима, в кого ты только не был влюблен? Вот это ближе к правде. Но-но-но-но-но. В тебе у меня всегда было особое отношение. А кто-то после диплома сразу выскочил замуж. Дима, давайте о сердечных делах потом, а? По убитому. Паша, пуля застрелила в сердечной мышце. Так, а тип оружия? Тип оружия? Я подробности скажу, когда извлеку пулю. Потапов Игорь Александрович. Это ваш клиент? Да, он заказал слежку за своей невестой Ксении. За невестой. Телефон есть? Да, конечно. Это что, стало частным детективом? Да, и такое бывает. На звонки не реагируют, хотя абсолютно точно находятся дома. Они с Игорем жили вместе. А с чем ты взяла, что он точно дома? А я там скрытку установила. А вы сейчас к Игорю домой поедете, да? Да, так точно. А давайте я с вами камеру отдам, приобщите к вещдокам. Ну, разве что ради этого. Поехали. По дороге поболтаем. Паша, что, я тоже, что ли? Ты тоже нужен. Ребят, специально вызывайте. Ну, где ты моя хорошая? Дима, подсади. Быстрее, быстрее. Паша, подержи. Так. Извини. Здесь не помочь? Нет, нет, я справлюсь. Все, не пускай. Отличный девайс. Другими не пользуюсь. Вот поэтому никакой личной жизни. Пошли. Женечка, спасибо большое. А можно мне с вами во смотри поучаствовать? Ну, все-таки почти коллеги. Вообще-то не положено. А у меня перчатки есть. Паш, ну, ради меня. Женечка вообще-то у нас была лучшей на курсе. Знаешь, какой острый глаз? Ах, острый глаз, да. Хорошо, в виде исключения. Я же говорил, что мне откроют. Пошли. Хорошо. Так, следов взлома и приятовений нет. Следов борьбы тоже. Так, отпечатки я снял. Следов крови я не наблюдаю. Все, я уже не знаю. Ну и что? Где невеста-то? Я еще раз смотрю всю видеозапись. После 19.00 в квартиру никто не входил и не выходил. Причем трансляция шла непрерывно. Я скину вам все данные. Слушайте, я в одном фильме видел. Там-то инопланетные агенты, если что случалось, они саморепедировались. Как мыльные пузыри лопались. Бах, и все. Нет, ну это хорошая версия. Не забудь с Борисовичем поделиться. Поделюсь. Имею право. Ну хотя бы телефон ее имеется. Так, 16 пропущенных от Игоря. Как-то странно. Не похоже, чтобы Ксения Игоря изменяла. Телефон не запаролен, как будто бы она ничего не скрывала. А тут все странно. Женя, ты фамилию Ксении знаешь? Игорь дал адрес, номер телефона. Фамилию не сказал. Чего ты ерзаешь-то, а? Да мешает че-то. О, пульт. От машины что ли? Не знаю. Так, тихо. Чего-то щелкнуло. Еще раз. Еще раз. Пульт от балкона. Он был закрыт, я проверял. А на балкончике окошко открыто. Может, проветривали? А может, суицид? Обалдеть! Чего там? Да никого. Ну и куда она делась? А может быть, к соседям вниз? По веревке? Паша. Ну? Веревка бы осталась. Или следы от веревки. Хорошая мысль. Правда хорошая мысль? Юрьевич, пойди поработай на балкончике. Давай-давай. Ну, будьте там поосторожнее, ладно? Все-таки 24-й этаж. На самом деле, я правда не знаю. В тупике в каком-то... Да. Мистика. Давно заметила. Мужчин пугает необъяснимое. Вот все вам хочется растолковать на раз, два, три. Ну, хотелось бы. Всем хочется. Лучшее, лучшее на курсе, Паша. Я заметил. Данные экспертизы по оружию пришли. Вы что, стреляли? Из незарегистрированного пистолета, судя по пулям, системы ГЛОК. Ну, а что у нас по убитому? Убитый Потапов Игорь Александрович, 37 лет. Руководил лабораторией перспективных технологий при Санкт-Петербургском институте химических исследований. Значит, коллеги его характеризуют как талантливого, амбициозного ученого. Прямо ангел. Но я что-то не верен, что он ничего криминального. Ну как, человек связан с химией, а где химия, там и вещества, правильно? На себе не показывай. Не знаю, Тимур, на него такой информации у коллег нет. Значит, я проверил его телефон, там тоже ничего подозрительного, кроме одного. У него в телефоне установлена скрытая шпионская программа. Не знаю, кто это сделал, с этим я еще разбираюсь, но за ним явно кто-то следил. Ну так ее как раз могла установить Ксения? Угу, интересно. Невеста следит за женихом, жених следит за невестой, да? Ну а что нам известно по этой загадочной невесте? О, вот там вообще все загадочно. Человек и растворился, испарился, исчез просто. Мы пришли на эту квартиру, там ни крови, ни следов борьбы, ничего вообще. Отпечатки сняли, по базам не проходит. Сунулись на этот проклятый балкон, думали, может она, не знаю, к соседям по веревке или наверх по лестнице. Ничего, никаких следов, вообще. Да, Андрей Борисович, тут действительно много странного, потому что я проверил ее телефон и ноутбук. Они не запаролены, но и никакой информации внутри них нет. По крайней мере, никакой личной. Ни ее фотографий, ни фотографий совместных с Игорем. И, кстати, у него в телефоне тоже нет ни одной фотографии Ксении. Володя, а в соцсетях? Ее нет в соцсетях. А? Андрей Борисович, в контактах тоже никого. Ни родственников, ни подруг, ничего. У нее там парочка, не считая Игоря, только индивидуальный стилист и фитнес-тренер. Индивидуальный. Прям какой-то человек нереальный. Может быть, вернемся к версии Юрьевича про инопланетян? Да иди ты. А может лицо ее через программу прогнать, а? Смотри, Антон, чтобы лицо прогнать через программу, это лицо надо откуда-то взять. Да я предложил только. Че начинаешь? А что с камеры Жени? Она там в профиль, и лицо размыто. А на камере, которая на подъезде установлена, она всегда в маске и в капюшоне. Да, немного проку от твоей Жени. Ну, вообще есть такая порода людей, которые предпочитают не светиться. Может быть, она как раз из таких. Это называется побег из цифровой тюрьмы. Ох, только этого нам не хватало. И что, знаешь, вообще ничего нет? Почему вообще ничего? Андрей Борисович, у нас есть главное. У нас есть убийца. Как? Вот, пожалуйста. Видео с камер наблюдения у ресторана. И номера здесь очень хорошо видны. Машина зарегистрирована на заместителя Игоря Ромашова Кирилла Петровича. Ну ты, Кузьмин, даешь. А почему ты сразу с этого не начал? Ну, сладкое подают последним. Вот ты, вот, вот ты когда-нибудь дождешься у меня, честное слово. Ну, вот и Ромашов. На ловца и убийца бежит. Только что-то сильно беззаботно. Наверное, пистолет успел скинуть. Господин Ромашов! Да, я. Здравствуйте, капитан Бубнов, Петровская РУВД. Старший лейтенант Ветров. Ручки протяните? Что? Зачем? Да, нам браслеты новые выдали. Примерить надо. Ну, хоть объясните, что происходит? Да, объясним, объясним. Тихо, ты глянь-ка, а наручники-то в пору пришли? А ты что? Как здорово. Убит химик Игорь Потапов. Незадолго до убийства он заказал частному детективу Жене Красоткиной слежку за своей невестой Ксенией. Ксения бесследно исчезает. По подозрению в убийстве Игоря задерживают его заместителя, Кирилла Ромашова. Мне наконец объяснят, за что меня задержали? У меня важная работа. Я уже на одну встречу опоздал из-за вас. Вы задержаны по подозрению в убийстве. Руководитель лаборатории Игоря Потапова. Игорь убит. Как, когда? Вчера вечером. И момент убийства попал на видео. Вот, смотрите. Слушайте, это какой-то бред. Да, машина моя. Но я вчера никуда не выезжал. У нее двигатель стучит. И не мог я Игоря убить в это время. Я был у директора в кабинете. Мы говорили два часа. Кирилл, а где Игорь? Николай Алексеевич, у него возникли какие-то сложности с невестой. Разбирается. С этими сложностями он как будто не в себе. А у нас ученый совет на носу. Презентация готова? Разумеется. Я на вашей стороне. Но если провалитесь, других шансов не будет. Все будет в порядке. Обещаю. А имя директора? Михайлов Николай Алексеевич. Звоните. Он все подтвердит. Это мы обязательно проверим. А Игорь, что вам говорил по поводу своей невесты, Ксении? Да почти ничего. Я и видел ее всего один раз. Игорь, что за дела? Познакомил бы хоть с невестой. Ты чего и прячешь-то, Тася? Вот распишемся и познакомишься. Свидетелем у меня на свадьбе будешь. А как вы объясните такое странное поведение Игоря? Я все знаю только с его слов. Он говорил, что у Ксении есть как бы странности. Например, запрещала себя фотографировать. Вроде как удачнее будет. А фамилии Ксении Игорь не упоминал? В том-то и дело, что нет. Но в принципе у Ромашова в теории эту машину мы могли угнать. У нее там только центральный замок. Никакой системы безопасности для опытного угонщика. Это дело нескольких минут. Вижу, 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 вижу. Может быть воспользовался машиной Ромашова, чтобы его подставить? Получается, что убийца профессионал. Об этом нам говорят и угон машины, и способ убийства, и отсутствие улик. Ну, может, и из бывших силовиков. Да нет, сомневаюсь. Ну, контрольный в голову он же не сделал. И потом эта идея с подставой Ромашова. Ну, топорная. Мы же сразу все выяснили. Сразу, да не сразу. Возможно, его цель была выиграть время. А этого он добился. Да, капитан Красавченко. Дим, привет. Это Женя. Извини, что отвлекаю. Хотела узнать, как у вас там дело продвигается. А, привет, Женя. Слушай, да как тебе сказать? Продвигается, но с оглушительным скрипом. А, понятно. Слушай, не хочешь в гости подъехать? Вспомнить былое? Ну, я бы с радостью. А что твой муж скажет? Дима, какой муж? Я давно в разводе. Свободно, как пуля в полете. Я еду, кидай адрес. Сейчас кину. Обалдеть. Шикарная квартира. Почем брала? Ипотека. И еще выплачиваю. Присаживайся. Кофе. А кому и вино принес? Это даже лучше. Слушай, хотел тебя спросить. Как тебя угоразило-то стать частным детективом? Ты же была лучшей у нас на курсе. Я думал, ты давно в главке или в следственном. Замужство виновата. Да. Через полгода счастливого брака я обнаружила, что муж мне изменяет. Ну, наивная я предъявила ему претензии, а он мне на голубом глазу. Мы современные люди. Что тебе мешает делать то же самое? Ну, полгода я еще отходила от шока. А потом? А потом решила заняться выведением на чистую воду грязных изменщиков об их полов. Ну, а что? И моральное удовлетворение, и деньги. Сам понимаешь. Правда, счастья нет. А у кого оно есть? Может, у тебя? Ну, да, не особо. А про изби, ну, любимых, это я знаю не хуже, чем ты. Поэтому не женаты. Ну, отчасти. Что ты ищешь? Да штопор я ищу. В Канобе штопор открывается. Так, извини. Угу. Угу. Да? Да, Анна. Ага, понятно. Хорошо. Прости, заказчица звонила. Надо ехать. Есть шанс поймать ее муженька на горяченьком. Угу. А можно я с тобой? Ну, а что, ты видел, как я работаю. Я хочу тоже увидеть, как ты работаешь. Ну, ладно. Поехали. Так, приятница еще. Попили. Да, не пыль не у тебя, работенка. Так только кажется. В меня и стреляли, и ножи совали, когда бдительность теряла. Покажу тебе шрам на каком-нибудь присутствии. Неужели так все серьезно? А ты думал. Бракоразводные дела часто связаны с большими деньгами. И люди готовы на все. О, кажется, закончили. Так, все, поехали. Нужно еще выяснить, где живет поседина Казанова. А если она в Москве живет? Ну, поедем в Москву. Ты серьезно? Да я шучу, конечно. Вообще, Дим, ты сам вызвался со мной ехать? Я тебя не заставляла. Нет, 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 я ничего не говорю. С тобой хоть всю ночь будем кататься. Угу. Правильно. Поехали. Что-то я так устала, что прям нет сил раздеться, Даша. Вот так. Тише, тише, тише. Вот так. Доброе утро. Доброе утро. Прошу к столу. А ты хозяйственный. Ну да, прости, я немножко там вот похозяйничал у тебя. Ты кофе будешь? Да, конечно. Отлично. И я надеюсь, ты не на диете, я тут блинчики напек. Прыжок? Нет. Ну я съем один точно. Отлично. Налетай пока горячий. Блаженство. Так, варенье, варенье. Малина? Угу. Кстати, мне пришла в голову мысль, как Ксения могла исчезнуть из квартиры. Слушай, мне тоже. Прыжок с парашютом. Парашютом? Блин, мы думаем одинаково. Ну, в общем-то, как обычно. Помнишь? Извиним. Да, Паш. Сюрприз? Ну, знаю твои сюрпризы. Ладно, я понял. Хорошо буду. Угу. Давай. Ну, к сожалению, блинчики тебе придется все съесть. Мне пора. Ладно, давай. На связи. Паш. Тебя долго на ветру ждать, а? Извини. Опять бурная ночь? Не то чтобы бурная, скорее интересная. Секс в машине. Ух ты! Наконец попробовал? Ну что, понравилось? Наконец-то впервые не я. Не понял. Долгая история. Что за сюрприз? Оторвал меня от завтрака? Ромашов убит. Свежий утренний труп. О, так и знал. Так, ну что, записывать будете или запомните? Да говори уже. Ну, причина смерти та же. Огнестрел, пулевое ранение, легкое. Ну, время смерти 3-4 часа ночи. А из того же пистолета стреляли? Дим, ну как я могу сказать? Экспертиза покажет. Ну, так вот, спасибо, ясно. Да не во что. Да пока и нечего так-то. Жесткие диски все вытащили. Вот это я и сам вижу. А вот камер не вижу, вот это обидно. Угу. Что у нас еще есть? Здесь ничего и никого. Паша. А? Перчатки. Компрессорная. Открывается. Пойдем? Пойдем, глянем. Вуаля. Ну, если охранник на КПП говорит правду и никого действительно не видел, то убийца мог проникнуть здесь, через компрессорную. Ну, да, на территорию мог проникнуть, вон, скажем, через забор. Смотри, ни колючек, ни камер, ничего. Здрасте, вы меня искали? Я директор института, Николай Алексеевич Михайлов. Здрасте, искали. Еще как искали? Мэр Шапошников. Капитан Красавченко. Ну, рассказывайте, товарищ Михайлов, почему по вашему институту убийцы шастутка хотят, а? Откуда такая калатность? Почему ни колючки, ни камеры видеонаблюдения, а? А вы думаете, я не обращался в инстанции? Но нам урезали бюджет, его не хватает даже на исследования. Опять государство имено? На старая песня. Я себя вины не снимаю, отвечу как положено. Вы лучше ответьте, чем занимались Потапов и Ромашов в лаборатории. Их работа была как-то связана с производством наркотических веществ. Что вы, близко нет. Они занимались исследованием альтернативного небензинового топлива. Достигли успехов, должны были делать презентацию на ученом совете. Вот теперь из лаборатории пропали данные и опытные образцы. Это катастрофа, катастрофа, понимаете? Ну, успокойтесь, будем разбираться. Пойдемте. Ну, что там у тебя? Сейчас, подожди. Ну что, Кузя, нечего нам тебе дать. Нет там камер. Как так? В двадцать первом веке живем. А у нас так много где? Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь, а вот тут, пожалуйста. Соберяй, в кого хочешь. А по почерку тот же убийца? Ну, если выстрел в грудь считать почерком, конечно, то да. Ага. Так, понятно. У меня вот вопрос. А чего же он в голову-то не стреляет, а? Может, у него какой-то психологический комплекс? Комплекс? У меня сейчас комплекс по поводу вашей недополноценности разовьется, Тимур. Что происходит-то, Орлы? Два трупа. Ксения-то исчезла, неизвестно как и куда. Ни одной зацепки. Зацепки. Ну, научно-исследовательский институт, между прочим. Ни одной камеры. Ну, была вот одна малюсенькая камерка. Но были им зацепки. А как мы раньше работали? Без камер. О! А как? Вот так, Тимур, головой. Так, ладно. Все. Ну, вроде как у нас есть какие-то зацепки. Во всяком случае, мотив преступников. Вроде как, скорее всего, преступники охотились за результатами исследования Потапова и Ромашова. Извините. Да, Жень. Алло, Дим, привет. А можешь подъехать? Есть предложение обсудить нашу с тобой утреннюю идею. А, хорошо. Я сейчас подъеду. Наверное. Да, хорошо. Точку скину. Ага. Андрей Борисович, можно я быстренько слетаю? Куда? Нужно проверить одну версию исчезновения Ксении. Ну, что ж, летите, Дима. Летите. Но результат мне в клюве принесите. Есть. Разрешите. Едите. Комплекс. Вот, обратите внимание положение рук в полете. Минута есть сейчас. Женя, привет. Привет. Дима, это Стас Волков. Он руководитель клуба «Белка летяга». Очень приятно. Капитан Красавченко. Понятно. Какие-то проблемы? Мы с полицией стараемся дружить по возможности. Слушайте, мы ненадолго, простите, что отвлекаем. Нужна консультация. Скажите, может ли без джампер прыгнуть с двадцать четвертого этажа? Опытный вполне. Ассы прыгают с высоты в пятьдесят метров. А это где-то семнадцатый этаж. Угу. А вы сами, простите, как давно занимаетесь? Семь лет. Многих знаете? Знаю всех серьезных в Питере. У нас не так уж и много осталось. Стас, глянь, узнаешь девушку? Опа, конечно, узнаю. Это ж Машка. Кто? Ну, Машка Забелина. Занималась у нас. Года два назад пропала с радаров. У нее какие-то проблемы? Ну, надеемся, что нет. А остались ее контакты или фотографии? Да, конечно, но она явно телефон сменила. Давайте номер я вам все скину. Давайте. Убитый руководитель химической лаборатории Игорь Потапов и его заместитель Кирилл Ромашов. Из квартиры, расположенной на двадцать четвертом этаже, бесследно исчезает невеста Игоря Ксения. Выясняется, что настоящее имя Ксении Маша Забелина. Она в прошлом занималась бейсджампингом и могла покинуть квартиру, выпрыгнув с парашютом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Разрешите, Андрей Борисович? Заходи, Володя. Ну, что там по нашей попрыгуней парашютистке? Андрей Борисович, показания Станислава Волкова полностью подтвердились. Значит, настоящее имя Ксении Забелина Мария Никаноровна. Двадцать пять лет, не замужем, росла без отца, проживала вместе с матерью Забелиной Верой Леонидовной, считалась трудным подростком. Два года назад удалила аккаунты во всех соцсетях и словно бы пропала. Стоп. Ты, кажется, же мать заявление о пропаже не подавала? Не подавала, Андрей Борисович. Я не знаю почему, возможно, у них были сложные отношения. Ну и что еще? Вот. Мария, она же Ксения, опытный бейсджампер. А это что такое? Это прыжки с парашютом с высоких зданий. Так вот, у нее в общей сложности пятнадцать экстремальных прыжков. О как. Значит, сигануть с балкона своего жениха запросто могла? Могла. Только это вопрос. А зачем нужен был аттракцион повышенной храбрости? Кто? Откройте. Полиция. Вера Леонидовна? Да. А что случилось? Здравствуйте. Капитан Бубнов, старший Инат Ветров. Моя Машка что-то натворила. Ну, я так и чувствовала. Так, а что, она приходила? Да, приходила. Два года не появлялась, не звонила, не писала. Год назад эсэмэску прислала. Ну, жива-здорова. Меня не ищите. А сегодня утром раз и завалилась. Маша, ты можешь хоть как-то объяснить, где ты пропадала? Я к твоим фокусам уже привыкла, но ты перешла все границы. Мамуль, ну не заводись. Кстати, меня теперь зовут не Маша, а Ксения. Я у тебя пару деньков перекантуюсь и уйду. Потом вернусь, заберу тебя. И мы будем жить богато и счастливо. Понятно? Так она сейчас где? Слушайте, вот прямо перед вашим приходом схватила рюкзак и побежала. Весь день была как на иголках, что-то в окно все выглядывало. Странно, что вы разминулись. Да, странно. Так, давай на крышу. Маша? Маша, спокойно? Спокойно, поговорить надо. Просто поговорить, ничего страшного. Маша! Маша! Ты что, а? С ума сошла? Тут двенадцатый этаж. Да вот твой рюкзак бы не раскрылся. Тебя бы как в лепешку. Ну и пусть. Так бы было лучше для всех. Да? А мама ваша другого мнения. Вот именно. Давай. Давай. Ой, дура, а. Ну и что, Ксения, не Ксения, побеседуем? Почему не Ксения? Мы проверили. Ваш паспорт на имя Ксении Мухиной. Получен незаконно и признан недействительным. Так вы поэтому меня задержали? Нет. Вы подозреваетесь в причастности к убийству вашего жениха Игоря Потапова и его заместителя Кирилла Ромашова. Как? Игоря убили? А вы как будто не знаете. Нет. Я... Я его не любила. Но... Я его не убивала. Ксения, если бы ты знала, какие перспективы сулит человечество наше открытие. Как изменится жизнь людей. Так, так, так. Я хочу знать, что это за топливо и из чего оно состоит, а? Ты единственная девушка, которой интересно то, что я делаю. Да. Вот поэтому я тебя и выбрал. Значит, вы интересовались открытием Игоря. Ну и как? Кто вас надоумил? Два года назад я познакомилась на сайте знакомств с Глебом. У меня там был ник Ксения. Потом он как-то вдруг неожиданно приехал к клубу. Ксения! Глеб! Ксения – настоящее имя? Ну, на самом деле нет. А у тебя? На самом деле нет? Да. Но это все не важно. Главное, что это судьба. Согласна? Ну, пока не знаю. Мы стали встречаться. И он сразу сказал, что ему нужна такая безбашенная экстремалка, как я. Но мне нужно было полностью изменить свою жизнь. Не светиться на фото, видео, в сетях. Он мне сделал паспорт на имя Ксении. Он работал на очень серьезных людей. И у него всегда были деньги. А на кого конкретно он работал? Честно, я не знаю. Но я знаю, что эти люди, они занимались промышленным шпионажем. И вот год назад ему дали задание получить открытие Игоря. И вы соблазнили Игоря? Да. А он оказался хорошим парнем. Предложил съехаться и жениться. И Глеб сказал, что так даже лучше. Шпионскую программу на телефон Игоря вы установили? Да. Глеб мне ее переслал. Расскажите о вечере, когда вы исчезли из квартиры. То, что вы выпрыгнули с парашютом с балкона Игоря, это мы поняли. Только вопрос, зачем? Это был наш с Глебом план. Я узнала, что Игорь получил финальную формулу топлива, и он хранил ее на своем компьютере в кабинете лаборатории. Там был кодовый замок, и туда можно было бы попасть только через вентиляционный ход. Допустим. Но все равно, зачем прыгать? Глеб говорил, что у идеального преступника должно быть железное алиби. Глеб, он следил за Игорем и знал о всех его передвижениях. И вот он мне сообщил, когда Игоря не было в лаборатории, я выпрыгнула с парашютом, поехала в лабораторию, скопировала информацию на диск, вернулась, вошла в соседний подъезд, через крышу прошла в свой. Понимаю. То есть, если бы мы посмотрели камеры на входе в подъезд, то сложилось бы впечатление, что вы никуда не выходили и были дома. Да, все так. Ну, ваш прыжок могли бы заметить? Было темно, и он длится несколько секунд. Риск минимальный. А если бы Игорь вас заподозрил? Как? Он же не знал, что я в прошлом занималась бейсджампингом. Ну, хорошо. Что было дальше? Ну, что? Вот, все здесь. Ты ж моя Нида. Ну что, все, я возвращаюсь? Нет, планы меняются. Тебе ездят, затаятся. Ну, разве что, мама. Отлично. Езжай туда, сиди тихо, меня не ищи. Я сам тебя найду через два дня. Ну, я приехала к маме, ждала звонка Глеба. Он не звонил, и я его набирала, он не брал трубку. Тут я подумала, что меня хочет кинуть. Потом появились ваши, я испугалась и побежала. Ой, Ксения, Ксения. С парашютом-то вы прыгать умеете. А вот головой думать не очень. Когда хотят присвоить плоды такого важного открытия, обычно авторов уничтожают. Что ваш Глеб и сделал? А вы теперь подумайте, кто был бы следующим? По подозрению в причастности к убийствам своего жениха руководителя химической лаборатории Игоря Потапова и его заместителя Кирилла Ромашова задерживают бывшую бейсджампершу Ксению Мухину. Ксения утверждает, что действовала по заданию своего любовника Глеба. Жень, привет. Ты извини, что я без звонка. Я просто подумал… Женя! Убежала по делам. Будешь уходить, захлопни дверь. Вас криптум. Так хорошо, мне еще никогда не было. Понимаю, я понимаю. Так, значит, я тут слегка применил цифровую магию и определил, на какое устройство отправляла данные шпионская программа с телефона Игоря. Это планшет. И последнее время он выходит в интернет вот отсюда. Ну что ж, надо брать этого, голубчика. Я знаю это место. Да там расселенный дом, мы там его сто лет будем искать. Расселен, как говоришь? Угу. Тогда давайте все вместе поедем. Так, может, тяжелых позвать, а? А ты что, Тоша, легких, что ли? Да нет, Антоха, ОМОН нам просто так никто не даст, да? Да. Давайте, езжайте. И поаккуратней там. Без человеческих, понимаешь, жертвоприношений. Так точно. Пойдем. Так. Ну и что делать будем? Ну, как обычно. Че? Вы налево, мы направо? Нет, я направо, а вы налево. Дим, пойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, тварь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Женя? Ты чего тут? Ты не ранена? Все хорошо. Легкие, телесные. Черт. Неожиданно вас здесь увидеть. Какими судьбами-то? Оперативное счастье. Перевела. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и что, Круглов Глеб Иванович, поговорим? Как ваше настоящее имя? У меня его нет. Все имена – это условность. Вот как значит. Но ваше преступление-то безусловное. Ваша любовница Ксения дала признательные показания в вашем логове в расселенном доме. Нами обнаружены жесткие диски и образцы из лаборатории. Картина ясная? Да. И что же вам ясного? А вы себя, значит, считаете умнее других. Так вот, Ксения, которую вы использовали как отмычку, похитила для вас из компьютера Игоря формулу топлива. Но сама формула, она без технологии ничто. А вот технологические процессы были записаны на компьютерах Ромашова, которые их разрабатывали. И после кражи вы устранили и Игоря, и Ромашова. Да, но если вы такие умные, то вы же должны понимать, что за мной стоят большие люди, большие силы. Они отреагируют. И поверьте, вам мало не покажется. Вашими заказчиками уже занимаются наши коллеги из ФСБ. Наше дело убийство раскрыть. Ах, Круглов не Круглов. Еще и девушку втянули в свои грязные планы. Вы что же, тоже ее планировали устранить? Вы про Ксению? Да. Романтическая дурочка. Она хотела приключений и адреналина. Вот она и получила их сполна. Вам не кажется, почти коллега, что пора как-то объясниться, да? Да, Женя. Рассказывай, что ты там делала? Как ты вышла на Глеба? Слушайте, ну вообще-то это моя работа. О приложениях для знакомства я знаю все. И умею залезть в любую частную переписку. Это как? А вот так. Я нашла переписку Глеба и Ксении, которая тогда еще была Машей Забелиной. Она как-то так неосторожно указала настоящее имя в закрытом профиле. Я поняла, кто такой этот Глеб. И кто? Альфач с криминалом в анамнезе. Дальше. Ну а дальше дело техники. Узнала, с какого устройства писал Глеб. Узнала, где устройство сейчас. Я смотрю, у нашего УЗИ появляется прямой конкурент. Ну и зачем туда одна пошла? Без оружия. Почему мне не позвонила? Ну вообще-то мне хотелось доказать, что я тоже чего-то стою. И хотела утереть вам нос почти коллеге. Оружие мне по статусу не положено. Никогда еще не чувствовал себя таким счастливым. Ты, Даша, так говоришь? Какой Даша? Ты знаешь, какой Даша. Ты что, вскрыла мою переписку? Я еще про родителей твоих узнала. Прекрасные люди. Жень, ты серьезно? Ты вообще нормальная? Извини. Дим! Ты опять не так все понял. Видишь кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал сто желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев надежд обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог, Пролетая над нами. Твоих милых ног. Пусть улыбнется сияющий Бог. Твоих милых ног. Твоих милых ног. Твоих милых ног. Твоих милых ног. Продолжение следует...